всем привет с вами дмитрий михайлов вы на моем канале comment by сейчас мы находимся на одном из объектов где есть дом из бруса и есть газовый котел газовый котел турбированный закрыта камера с гранью но нет дымохода поэтому мы на этом объекте будем решать проблему с дымоходом эта система будет раздвоенной но об этом я вам покажу дальше сейчас я нахожусь в котельне котельни этого дома котельник конечно из дерева все сделано выведена труба под холодную под горячую воду поэтому на стенку мы будем вешать котел но так как дом из горючих материалов взял обязательно под котел должна быть установлена ну по строительным нормам республики беларусь это асбестовый лист прописан плюс лист металла мы сделаем немножко по-другому мы положим лист мини рита это не горючий материал с базальтом и полу поставим экран экран поставим из нержавеющей стали чтобы это было конечно красиво и достойно выведем мы не знаем где левее правее будет я пока не имею представления потому что у нас идут баки у нас здесь есть ряд ограничений потому что вы должны понимать что по проекту здесь дымохода нету изначально заказчик вообще хотел выводить просто на улицу коаксиальную трубу но там стоит навес очень высокий и получается зона ветрового подпора если выходить за зону ветрового подпора то там горизонтального участка коаксиальной трубы получается где-то полтора метра реально это да это реально да это делается и у меня такие объекты есть подпишись на мой канал чтобы следить за моими объектами возможно я покажу не знаю какое видео выйдет раньше этого объекта либо объекта где я выводил большой горизонтальный участок уровень двух с половиной метров на коаксиальную трубу на улицу утепленная но еще раз говорю подписан мой канал чтобы увидеть поэтому будем выходить сейчас на месте будем конечно ставить раздвоитель раздвоитель такой адаптер 60 на 100 коаксиальной трубы на две восемьдесятки и воздух мы возьмем вот из фасада то есть выведем кусочек трубы выведем на улицу вставочку не знаю тоже какой это по длине подгонка идет поэтому стандартные элементы не думайте что вы приехали магазин и вам все укомплектуют вот так 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 сделали по полочкам разложили сказали едьте нет такого не будет поэтому обязательно болгарка обязательно строительный инструмент ну конечно желание работать вот это результат нашей работы и сейчас я вам постепенно поэтапно буду рассказывать с какими задачами мы справлялись и при помощи каких средств но и конечно методов по строительному республике беларусь должна быть стена если она из горючего материала перед тем как повесить котел должен быть лист металла то есть нашем случае это была нержавейка 850 на 1400 изготовленная под заказ это индивидуальное изделие но одна из особенностей это брус брус который еще опускается и брус который будет еще проседать поэтому если вы обратите внимание ни одного крепления внутри нету вернее снаружи нету внутри она есть крепится она в двух точках и крепится только к одному брусу для того если будет проседать это брус будет двигаться вся конструкция на этом же брусе висит у нас и газовый котел это одна из проблем которую мы решили дальше проблема номер два которая была снова же связана с креплением вот это вот крепление производитель волровен крепление очень интересное говорю потому что у меня проблемы именно с креплением с дымоходом нет проблем а вот найти крепление то которое меня нравилось тем который мне нравилось бы работать то нет потому что обычно стандартные крепления они как правило идут через косынки сюда еще идет упор и крепятся в это место то есть если брус будет проседать то где-то будет движение и не в лучшую сторону мы здесь если здесь будет проседание то будет двигаться сама площадка потому что у нас установлено все на одном брусе это вторая задача котел повесили еще одна задача то что вот это вот адаптер стоит адаптер мы установили для того чтобы сделать раздвоенную систему дымоудаления потому что стандартно я в начале видео говорил что коаксиальная труба и здесь не проходит здесь столько применяется система раздвоена вот это фирменный вайлентовский адаптер и мы переходим который 60 на 100 позволяет перейти на 2 80 трубы и мы перешли на восемьдесятку если отсюда у нас берет котел воздух установили мы все в сторону уклон сделали в сторону котла и постановили вот такой проходной сборник конденсата для чего это делаю потому что если вы наклоните в ту сторону котла сторону фасада у вас будет появляться конденсат он есть никуда вот этого не деть это проблема которую я данный момент это один способ который я эту проблему решаю у меня в комментариях иногда пишут что здесь появляется конденсат да он может появляться но и своей практике это появляется на поквартирном отоплении но не на жилых домостроениях частных домостроениях где один котел один дымоход поэтому если у вас есть что то сказать присылайте фотографии но будем обсуждать будем смотреть все с воздухом разобрались дальнейшем сюда конденсат будет появляться который он будет стекать потому что ни в коем случае так оставлять нельзя потому что здесь появляется если мы не будем поставить сборник конденсата сюда проходной то на вот эту вот оцинковку потечет конденсат и это будет очень нехорошо дальше мы пошли это выводится в канализацию часть а здесь также собирается все по конденсату еще раз напоминаю что если вы хотите то есть система дымоудаления собрать по конденсату то здесь должна быть силиконовая манжета потому что эта труба говорит о том что испытывалась по давлению это обязательно что бывает такое что в комментариях пишут собрали как у вас на видео но пожарник пришел службы мингаза пришли и забраковали конечно забракуют потому что труба не проходил никакую сертификацию но обязательно там должна быть силиконовая манжетка если вы хотите так чтобы конденсат стекал здесь если он снова здесь собирается если мы возьмете систему дымоудаления мы постепенно переходим к следующему блоку также подписывайтесь на мой канал я даже отдельно тему сделал для того чтобы показать как собираются дымоходы в республике беларусь как они могут собираться и как рекомендует производитель вайланд то есть эта система собирается по конденсату в тройнике тоже по конденсату хочу обратить внимание вот на этом участке он также 87 градусов посмотрите внимательно вот на этом участке конденсат даже если он есть он высыхает это я вам говорю из практики но здесь труба постоянно теплая а теперь коснусь поставить норм республики беларусь вот это вот опорная разгрузочная площадка которая идет утепленная со сборником конденсата с боковым выходом вот отсюда пойдет в канализацию обратно конденсат до конденсат потечет туда здесь тройник ревизионных заглушкой когда приходят для проверки службы мингаза либо слуг газовой службы вы открываете ревизию они могут ставить зеркальце либо видеокамеру посмотреть и закрыть также могут проверить тягу это очень важно и для вас если у вас котел включился то в первую очередь может нам птичка залететь потому что берегки они запрещены птички могут залететь да могут заглушку поставили все также ставится по конденсату ну и дальше мы пошли вверх все наверху установлено кольцо уплотнения красивое но реально красиво мне очень нравится и экран экран это часть противопожарного узла противопожарный узел несмотря на то что труба утепленного все равно должен быть в республике беларусь это 30 миллиметров должна быть изоляция да это поэтому на это должны обращать внимание потому как делается экран у меня есть отдельное видео как вешаются деревянных домах именно как вы на горючую поверхность поэтому я сделаю внизу ссылочку перейдите посмотрите я вешал газового котела про терм рассказывал про нюансы потому что нюансы есть один из нас именно на этом объекте то что здесь дом еще оседает это брус брус наверно год стоит и здесь если вы обратите внимание не саморезу нету по краям потому что если поставить то начнет прогибание и пойдет волна то есть начнет складываться гармошки сам экран но здесь крепление все стоят на одном брусе то есть если будет двигаться с брусом то будет все оседать вниз но это та проблема с которой мы реально боролись и 100 проблема с которую мы решили ну и также мы решали проблему с этими площадками производитель волравы но я надеюсь применять их не крепление потому что они мне понравились они достойные и они универсальны а это очень важно в наших системах в системах дымоудаления чтобы универсальная была продукция с вами был дмитрий михайлов кормить монтируйте дымоходы правильно подписывайся на мой канал всем хорошего настроения до новых встреч пока